Всем добрый день! Сегодня продолжается цветение розочек. Полностью распустились роза Амадеус и плетистая роза Ева. Ярко-красная это роза Амадеус. И рядом с ней растет розочка Ева. Это плетистая сорта розы неприхотливые, обильно цветущие, можно сказать, постоянно цветущие. У нас сейчас июль месяц, третья климатическая зона Кировской области. Роза Амадеус. Цветок среднего размера, сантиметров 6-7 в полном распуске, яркого цвета. Нравится эта роза то, что на прямом солнце цветок не выгорает, держится очень долго, ярко-насыщенного цвета. Стойкость прекрасна на прямом солнце, на жаре держится более 10 дней. Прохладное время подольше. Дождем цветок не портится, не загнивает. Сейчас у нас жара стоит, тепло. До этого были сильнейшие дожди, ливни практически целых 5-6 дней. Нет ни одного загнившего цветка, все цветки на месте. Роза Амадеус. Роза Ева. Эта роза нравится за то, что она очень обильно цветет, неприхотливая. Цветок в полном распуске, сантиметров 6-7. Нежно-розового цвета, потом выгорает до более светлых оттенков. Стойкость тоже прекрасна. Роза свечет уже четвертую неделю. Она зацветает одновременно с Амадеус. Ну вот, при отцветании цветочек теряет немножко свою декоративность. Ну, особенно после наших дождей, ливней, края лепестков становятся коричневого цвета. Но в целом цветов много, поэтому это незаметно. Есть новые побеги, которые скоро будут распускаться. Интересно смотрятся одновременно и яркие цветочки, и более светлые. Нравится такая малышка. Это роза Ева. Рядом процветает еще один плетистый сорт. Очень похожий на Еву. Это роза Пируэт. Ну, она хорошо попортилась после дождиков. Много я уже ее вырезала. Цвела она обильно. Но вообще она обильно цветущая. Много цветов всегда на уровне розы Евы. И еще одна розочка. Это Лариса. Она тоже похожа на розу Еву. Но это флорибунда. Цветочек очень схож в полном раскрытии. И по цвету, и по форме строения цветка. И вот эти розы. Сейчас покажу еще цветение. Новинка. Плетистая роза Свит Сири. У меня несколько кустов этого сорта. Могу сказать, что она начинает показывать обильное цветение. И вообще рост куста на второй, третий год. В розе нужного время. Есть некоторые сорта уже в первый год. Дают довольно мощное цветение. И большой объемный куст. Эта розочка два года думает, а потом начинает цвести. Цветок крупный. В полном распуске сантиметров 12-13. Нежного цвета. Стойкость повышается с каждым годом. Цветочек держится более 7 дней. Дождем не портится. Вот в этом году кусты уже по метр двадцать, метр тридцать. Я думаю, это еще не предел. Все два года до этого она сидела маленьким кустиком. Сантиметров 30-40 максимум высоту. Начинает свое цветение роза спрей шона коблицерин. Много цветовчиков, бутончиков. Особенность этого сорта белая изнаночная сторона. И ярко-красная внутри лепестки. Цветет всегда обильно. Первая-вторая волна. Есть перерыв около полутора недель. Во вторую волну она цветет более обильно. Зимует прекрасно. Ничем не болеет. Неприхотливый сорт. Уже отцветает роза ландлуст. Но она цветет уже четвертую неделю. Видно по цветкам, которые уже начинают осыпаться. Выдержала все наши дожди. Вначале раскрытия цветок насыщенного оранжевого-коралового цвета. Цвета до более светлых оттенков. Но розочек много. Куст смотрится довольно объемным. Этому кусту всего лишь два года. Первую зиму перезимовал прекрасно. Начинает довольно обильно цвести уже с первого года. Это роза сорт ландлуст. Если у вас есть вопросы по этим сортам, пишите. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!